Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня я буду детально рассказывать о процедуре заказа с китайского сайта aliexpress.com. И давайте уже начнем. Я нахожусь на сайте aliexpress. И первое, что мне нужно сделать для удобства, это перейти на понятный мне язык. Я выбираю с выпадающего списка язык русский, а также сразу же поменяю валюту, в которой я хочу видеть цены. Выбираю свою страну и национальную валюту. И теперь можно регистрироваться. Заполняю все поля и нажимаю продолжить. Я успешно зарегистрирована на сайте, мне на почту сейчас придет подтверждение. Теперь мне нужно выбрать, что я хочу купить. Обычно я захожу в раздел горячие товары, там в основном распродажу. Заметьте, что в распродажах цены указаны в долларах, а если заходить в обычные категории, сразу же перечисляется в национальную валюту. В данном случае у меня в гринных цены. Я выбрала, что я хочу купить. Это органайзер для косметики в данном случае. Мне будет обращать внимание обязательно на цену в долларах. И делайте перерасчет по курсу, потому что внизу цена в национальной валюте указана очень приблизительно. Обращайте внимание также на рейтинг продавца. Он указан справа. Я сразу же просматриваю отзывы о товаре. Там же можно найти фотографии изделия в реале. Во вкладке характеристики можно посмотреть размеры. Обычно перевод в описании отвратительный, но в принципе можно понять. Меня все устраивает. Я еще раз просматриваю цвет, какой я хочу. Выбираю розовый. Пишу количество. И обращайте внимание на доставку. В данном случае у меня бесплатная доставка. То есть фактически я плачу только за товар. Дальше переходим к оформлению. Я подтвердила заказ. И сейчас мне нужно будет заполнить форму, где я напишу, куда будет доставляться товар. То есть адрес доставки обычно я заказываю себе в офис. Ко мне приносит почтальон из Укрпочты. Иногда приходят квитанции, по которым нужно забирать само на почту. То есть это зависит от условий отправителя. Заполняем форму на английском языке. Очень тщательно проверяйте индексы. И не забудьте указать контактный номер телефона. Лучше мобильный. Иногда приходят даже смс. Или звонят с Укрпочты, например. Обратите внимание, что фамилию и имя тоже нужно указать на английском языке. Потому что при получении посылки просят паспорт. Реквизиты с адресом я уже запомнила. Теперь я могу оставить комментарий. Например, еще раз повторить цвет. Или какие-то особенности с заказом. Еще раз проверяю, чтобы здесь не насчитывалась доставка. И была указана та сумма, которая была заявлена на сайте. Теперь я подтверждаю свой заказик. И перехожу на форму оплаты. Если вы находитесь в Украине, лучше всего расплачиваться приват-карточкой. Это виза. Соответственно, если у вас есть мастер-карт, вам тоже повезло. Весь процесс будет намного легче. Но если у вас, как и у меня, нет таких карточек, я буду использовать форму оплаты WebMoney. Электронные деньги. И сейчас мы практически переходим к самой тяжелой части заказа. Это к оплате, естественно, и открытии электронного счета на сервисе WebMoney. Мне нужно будет зайти на официальный сайт WebMoney и зарегистрироваться. Здесь я ввожу свой номер телефона, на который мне будут приходить подтверждения. Внизу указывается пример формата. Дальше мне нужно будет оформить свои личные данные. Обратите внимание на дату. Если вам нет 18, счет не удастся открыть. Это нужно будет оформлять на родителей или спрашивать у них карту. Если все нормально, внимательно оформляйте сразу дату, все свои реквизиты, потому что потом могут быть проблемы. Говорю лично на своем опыте. И также не забудьте указать пароль слова. У меня это кличка домашнего животного. А вы ставите себе, как вам будет удобней. Переходим дальше. Еще раз проверяем все свои вводные данные. И продолжаем оформление. Теперь на номер телефона, указанный ранее, вам придет смс с кодом подтверждения регистрации, который нужно будет ввести в это поле. И я ввела код. Теперь мне нужно придумать пароль для своего электронного счета. Старайтесь, чтобы он был как можно разнообразнее в плане символов. Так будет безопаснее. Внизу в поле я ввожу капчу для подтверждения. Практически все. Внизу вставлю галочку, как согласие с пользовательскими условиями. И теперь все. Мой электронный кошелек создан. Никаких пластиковых карточек и связи с банком практически у вас не будет. Это будет как будто виртуальный кошелек, который вы можете выполнять и расплачиваться за разные товары, в том числе на интернет ресурсах. Сейчас я создала электронный кошелек в долларах. Нам он обязательно понадобится. То есть для каждой валюты у вас будет свой отдельный кошелек. Так как я нахожусь в Украине, национальная валюта здесь гривна. Пополнять свой счет я смогу исключительно в гривне и потом только переводить в доллары. Для того, чтобы добавить кошелек в национальной валюте, справа нажимаем на крестик и выбираем, в какой валюте вы хотите открыть кошелек. В данном случае в гривне. Я подтверждаю, вот у меня с флажком украинским это у меня будет кошелек в гривневый и с флажком американским это будет долларовый. Пополнять через терминалы нужно будет свой гривневый кошелек или рублевый, то есть тот, который в национальной валюте. Конечно же они берут свой процент. У меня лично брали в последний раз 4% за пополнение кошелька в вебмане. И потом еще за конвертацию валюты, то есть с гривен или рублей в доллары они еще берут дополнительно, по-моему, гривен 20. Ну то есть не рассчитывайте так, чтобы тютелька в тютельку была. Все время вебмане берет какие-то комиссии, какие-то непонятные проценты. Внизу написан номер кошелька, его нужно будет пополнять через терминал, то есть вы нажимаете вебмане и вводите номер кошелька. Делайте это предельно внимательно, потому что фамилию на кого зарегистрирован кошелек показывать не будут. Если вы ошибете с цифрой, деньги соответственно пойдут непонятно куда, поэтому несколько раз проверяйте. Для управления счетом и вообще движением валюты лучше всего следить через приложение мобильное. У меня приложение вебмане, там я могу сразу же просматривать, пришли ли мне деньги на счет, конвертировать валюту и так далее. Соответственно, еще есть приложение алиэкспресс, через которое тоже можно будет заказывать. И дальше я еще расскажу о двух приложухах, которые лучше установить, чтобы вам было удобно совершать покупки даже с телефона. Возвращаемся к сайту алиэкспресс. Здесь мы нажали вебмане, подтверждаем свой заказ. И вот подгружается вот такая вот табличка, где вам нужно будет ввести данные, которые вы указывали при регистрации на сайте вебмане. То есть свой почтовый ящик и пароль. Как видите, уже сформировался счет на оплату, вы выбираете карту, с которой хотите оплатить, там уже напишен ваш текущий счет. И дальше вам нужно будет сделать подтверждение. Первая строчка это там, где вы вводите свой номер телефона. И на мобильный вам приходит смс с кодом подтверждения, но с вас будут брать комиссию, это 5 центов. Если же вы хотите сэкономить или часто заказываете с алиэкспресса, как я, вам нужно будет настроить на телефоне сканер бар-кода. После нажатия кнопочки получить бесплатно открывается вот такой вот бар-код, который нужно сосканировать с помощью телефона. На телефон вам нужно установить приложение и нам, вот такой вот ключик. Бесплатно его можно скачать с Play Market, а также сканер штрих-кода вам понадобится. И таким образом вы подтверждаете свой платеж. Если же вы совершаете платежи регулярно и подтверждаете заказы с одного устройства мобильного, вам на телефон будут автоматически приходить кода, которые нужно будет вводить и уже не сканировать бар-коды. Вводим этот код и все, подтверждаем заказ. Мы его оплатили, нас алиэкспресс благодарит за покупку и перенаправляет к основному сайт, где вы можете отслеживать свою посылку. Сейчас у нас платеж проверяется, поэтому показывает все своего старого заказа. После подтверждения оплаты у вас появится кнопочка проверить отслеживание. Вы нажимаете на нее и сразу выходит окошко, где будет написано и выделена защита покупателя. Это время, которое вам осталось для того, чтобы получить свой заказ, распаковать его. И если все устраивает, подтвердить получение заказа. Если же что-то не устраивает, не подошел размер или вам не понравилось изделие, вам нужно в течение вот этого времени открыть спор или лучше написать самому производителю в чат. Он вам поможет обменять товар, вернуть вам деньги и так далее. Если же он не хочет идти на уступки, конечно же вы нажимаете открыть спор. Иногда посылки очень сильно задерживаются, в среднем они у меня приходят где-то через месяц-два, но иногда задерживаются до четырех. Для того, чтобы продлить время защиты покупателя, вы нажимаете кнопку запросить продление защиты покупателя, согласовываете на сколько дней вы хотите продлить и хотите подождать еще, пока доставятся товары. Или вы, например, его опробуете в действии и подтверждаете это все. Чтобы отследить, где находится ваша посылка, нужно опуститься чуть ниже, видите, там, где у нас нарисована такая лампочка, и есть ссылка, через какую почтовую службу отправлялся ваш заказ. Возвращаемся на Алиэкспресс, нам нужно скопировать номер отслеживания и вставить в поле. Также есть специальные сайты, где можно отслеживать свою посылку, которая уже на русском языке. Все ссылки на сайты я оставляю внизу в описании, чтобы вам было удобнее. По поводу безопасности заказа скажу так. С моих, наверное, где-то 20 заказов, то, что я делала уже через Алиэкспресс, ко мне не дошел только один, и заказывала я его около 6 месяцев назад, и до сих пор он не приходит. В принципе, я уже с ним распрощалась, скорее всего, его где-то там затормозили на таможне, вполне вероятно. Но, как видите, в основном посылки доходят. Чем слаженнее и четче работает ваша почта, тем это делается надежнее и быстрее. Потому что, в основном, китайцы отправляют все вовремя. Если вы хотите посмотреть, что я заказываю с Алиэкспресса и маленькие обзоры, можете сейчас кликать на любое из видео и посмотреть их. На канале у меня часто выходят такие видео, поэтому подписывайтесь, если вам интересно посмотреть обзоры на китайские товары. Ставьте лайк, если видео было вам полезным. Спасибо вам большое за внимание. Всех целую и пока. Субтитры сделал DimaTorzok